Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». Как вы знаете, в компании «АвтоСтронг-М» 200 тысяч очень качественных и классных запчастей. Среди них есть двигатели, генераторы, турбины, практически все навесное оборудование и кузовные запчасти. Но также в компании «АвтоСтронг-М» есть отличные коробки переключения передач. Сегодня мы такую разберем. Итак, встречаем Jatco GF404E. Гидромеханическая автоматическая трансмиссия Volkswagen 001 является продуктом компании Jatco. Ее оригинальное название GF404E. Данную трансмиссию устанавливала компания Nissan на модель «Альмера», а также на бюджетные соплатформенники для восточного рынка. Также данная трансмиссия была замечена на автомобиле Suzuki Wagon R. Очень широкое распространение под уже упомянутым индексом Volkswagen 001. Данный японский автомат получил на автомобилях Volkswagen Polo Lupa, Škodi Fabi, Seat, Arosa, Ibiza и Cordoba. Данный автомат работал там в паре с двигателем 1.4 MPI. Сегодня мы будем разбирать данный автомат Jatco, снятый с Volkswagen Polo 2000 года. Четырехступенчатая автоматическая трансмиссия Jatco GF404E создана на основе планетарного редуктора Ravigno. Именно этот редуктор отвечает за формирование всех передаточных чисел переднего и заднего хода. За включение передач отвечает три пакета фрикционов и два тормоза – ленточный и многодисковый. Также в данной трансмиссии присутствует обгонная муфта. Третья передача прямая, четвертая повышенная. Гидротрансформатор блокируется на третьей и четвертой передачах. За управление трансмиссией отвечает гидроблок. Гидроблок бывает двух видов – с пятью и шестью соленоидами. Для коробки Volkswagen второй вариант, то есть с шестью соленоидами. Трансмиссионная жидкость, как говорит производитель, залито на весь срок службы. Пробка в поддоне служит не для слития масла, а для контроля за его уровнем через переливную трубку. Чтобы слить все масло, надо снимать поддон. Также масло сливается отдельно из редуктора через отдельное отверстие. В данной трансмиссии используется фильтр в стальном корпусе и со стальной сеткой. Опять же, по заявлению производителя, он ставится на весь срок службы данной КПП, но он продается как отдельная деталь. То есть его можно заменить при замене масла, когда снимается поддон. Полный объем масла в эту коробку 7,5 литров. При замене масла удается слить и залить около 4 литров. Масло заливается в заливную горловину вот сюда, а контроль за уровнем осуществляется по пробке переливной трубки. При заведенном двигателе и слегка прогретая КПП 35, примерно 45 градусов, при переключении всех режимов масло из переливной трубки должно литься каплями. Тогда уровень масла в норме. Данная КПП не требовательна к уровню масла. В данную коробку можно залить АТФ уровня Dextran 3. Оригинальная жидкость желтого цвета. Этот старый четырехступенчатый автомат надежный и неприхотливый. Очень прост в ремонте. По сути его главным врагом является фрикционный осадок в трансмиссионной жидкости. Если данная коробка начала пинаться, то в большинстве случаев поможет замена масла и промывка блока соленоидов. А вот если водитель долго насиловал КПП, довел ее до износа муфты блокировки гидротрансформатора, то за этим последует сильный износ механических компонентов. Бьющий и изношенный гидротрансформатор может разбить втулку маслонасоса. Грязное подгоревшее масло нагружает соленоид главного давления, и он изнашивается. А если вместе с этим не формируется требуемого давления для сжатия пакетов сцепления, то все пакеты сцепления начинают гореть. То есть горят фрикционы и подгорают стальные диски. В целом же эта коробка при нормальной эксплуатации и замене масла каждые 60 тысяч километров может без труда пройти 300 тысяч километров. Вы долго ждали, и он пришел. Его много. Встречаем наш любимый Серега. Привет! Мы начинаем нашу разборочку. Вот это переливная трубка, вот это магнит с фрикционным осадком, гидроблок и фильтр в металлическом корпусе, который мы сегодня успешно с Серегой распетрушим. Что ты здесь петрушить собираешься? Петрушить здесь нечего. Вот металлический корпус, металлическая сетка с небольшим количеством осадка. В гидроблоке четыре шифтовых соленоида N88, N89, N90 и N92, а также два модулирующих N91 и N93. Модулирующие соленоиды безступенчато регулируют давление, управляющие муфтой блокировки гидротрансформатора. За это отвечает соленоид N91 и включающие многодисковые муфты и тормозы N93. Таким образом, вот эти два модулирующих соленоида N91 и N93 самые нагруженные, но убить их можно, если хозяин решительно игнорирует замену масла и пинки коробки. Пакет сцепления N93 задействован на третьей и четвертой передачах. По состоянию все в пределах нормы. Вот так выглядит фрикционный тормоз B1, который включается на первой передаче и на заднем ходу. По состоянию здесь тоже все в пределах нормы. Вот это редуктор Ravigno, который отвечает за формирование передаточных чисел четырех передач переднего хода. Он сдвоенный. Здесь две солнечных шестерни. Одна большая на входном валу, вторая маленькая вот здесь. Также два комплекта сателлитов. Один сдвоенный, второй соответственно не сдвоенный. Вот эта коронная шестерня соединена с промежуточной шестерней, а вот эта промежуточная шестерня передает момент на дифференциал. Здесь же на редукторе Ravigno находится обгонная муфта, которая является опорой для крутящего момента при движении на первой передаче. Масло-насос стандартной конструкции, в хорошем состоянии, хотя здесь мы видим небольшие потертости, значит мусор, который был в трансмиссионном масле, сюда попадал. Если мы вымем вот эту шестерню, то здесь мы увидим ту самую втулку, по которой работает шейка гидротрансформатора. Она в удовлетворительном состоянии. Сняли редуктор и здесь мы видим промежуточный вал и парковочный механизм, который состоит из двух частей. Это парковочная шестерня и собачка, которая фиксирует ваш автомобиль на паркинге. Но мы помним, что сначала ручник, а потом паркинг. А вот это барабан с двумя последними пакетами сцеплений K1 и K2. K1 маленький, K2 большой. K1 задействуется на первой, второй и третьей передачах, а K2 задействуется на заднем ходу. Фрикционный K1 тоже в хорошем состоянии, потому что у нас сегодня хорошая коробка. И с фрикционными K2 тоже все неплохо. Стоит отметить, что здесь же находится тормозная лента, металлический каркас и фрикционный материал. Лента уже от старости потрескалась. Кстати, эту коробку мы разобрали из-за повреждения корпуса. Вот это сервопривод тормозной ленты. Разборка закончена. Серега, резюмируй. Трансмиссия достаточно надежная, устанавливалась она с малообъемными двигателями атмосферными. Но убить ее можно, если не соблюдать уровень масла, если не менять его вовремя, ну, либо дрифтовать. Спасибо! Пожалуйста! Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт. И помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М». Субтитры создавал DimaTorzok